Всем привет! Сегодня седьмой день моего отпуска и у нас сегодня, ну сейчас, не знаю, 7 утра, и мы снова едем в далекий лес, мы там еще никогда не были, называется Караканский Бор за грибами, бороликом. Мы увидели, какими количествами у меня сотрудница съездила, набрала, набрала, в общем, едем мы там, но что особенность, почему мы первый раз только едем за вот эти 19 лет туда, хотя знаем, что там водятся белые грибы, потому что мы не знали точно место, куда ехать. Зависть, зависть. Нет, мы же ходили, искали разные места, ты же мне пытался, там возил в прошлом году в Искитимский район, но мы не знали точно, куда ехать, а сейчас, благодаря новым технологиям, карте Дупенгиз, нам дали метку. Там даже метки поставили, где белые растут. Да, где белые растут. Но, сейчас, пока едем с Вовой, я рассказываю ему, ну вспоминаю свое вот это путешествие по Зайльцовскому лесу этому, и рассказываю о ваших комментариях, которые вы пишете, что я смелая, а я в этот момент думаю, ну разовариваю свое смелое, или просто отсутствует у меня инстинкт самосохранения. Может, ну, потом говорю Вове, ну, все-таки я же с Тарсанки не прыгнул в какой-то, значит, все-таки инстинкт самосохранения у меня есть, но, наверное, у меня больше присутствует, знаете, вера в людей, ну, как бы, может, ничего со мной не случится, ну, какое-то такое, знаете. Желание найти приключения, наверное, в свою жопу, а потом бежать, 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 бежать. Ой, Вова, Вова, вот муж мой, наверное, все-таки уже давно изучил меня, а я еду с ним этим, делюсь, разговариваю, говорю, Вов, а ты вот говорю, если места не знаешь, нет у тебя такого, знаешь, сел и поехал, импульсивность вот этой, куда хочу, туда еду, он говорит, нет у меня, или как ты сказал? Забыла это слово, ну, в общем, у меня умнее, если он сказал, я не еду, ну, то есть, любого не поедет, просто так, в неизвестном направлении. Он тщательно изучит карту, и будет ее изучать неделям, переспросит всех, узнает, и, скорее всего, он, знаете, такой баланс в нашей семье, я часто бывает, что обижаюсь и плачу, потому что он, ну, не исполняет вот эту вот мою мечту, которая приходит вот внезапно в голову, что вот раз... Мечта найти на жопу в приключении, а потом бежать, бежать, бежать... Ну, может быть, я от этого получаю, Байф. Ну, может, я... От плача не убеги. Просто я читала в детстве книги про путешественников «Таинственный остров», и я четко, вот, у меня очень развито воображение. Ну, я не знаю, картины у меня, персонажи, это все в голове... Вот помню, как они строили на этом острове, нужно было им провести воду, да как-то так надо так, чтобы и сверх, снизу вверх, если я правильно помню, и сверх вверх. В общем, как люди выживали... Как Жуль Верный придумал. Ну, как Жуль Верный придумал, так они выживали. Да, но там никого не было, никто ничего не проводил. Ну, представь себе, если бы Жуль Верный туда попал... Ну, не попал бы туда. Не попал бы туда. Ну, суть в том, что... Ну, так, получается, тогда эти все приключенческие романы, это вредно для человека, они в нем... Что? Они могут пошла в человека на верную смерть, если он дурной. Ха-ха-ха... Ой, Бог! Ха-ха-ха-ха... Вот я сейчас смотрю, иногда слежу за передвижением одного человека, Василия Петровича Альфула. Ну, это бывшие... Бывшие... Вот ЧВКшник, ну, или как сказать... Он служил, воевал на Донбассе, он командиром был. То есть он начинал вместе с Привожиным в те далекие времена 14-го года, когда формировали эти все ЧВК. Особенно сегодня день. Вчера погиб Привожи, два месяца после... Он погиб или нет? Ну, пишут, погиб... Если за ночь в Телеграме, что я прочитала... Ну, погиб самолет, погиб буквально... И многие комментарии пишут о том, что его слова вспоминают. Да, дурак БВОшник стрелял куда видел, во всему движущемся. Ну, не знаю. Я не хочу сейчас... Я не об этом. Я о том, что... Вот сейчас... Этот... Филий Петрович, он, наверное, получил какое-то ранение, контузию. Ну, то есть, в общем, вышел из строя в этом плане, но продолжает... Вот этот... Даже тяжелом физическом, может быть, в каком-то положении. Продолжает вот свой путь человека. Какой путь? Марш памяти. И то есть, он задумал 4 тысячи километра пройти марш, проехать на велосипеде. Несмотря на свое физическое состояние, он там постоянно подлечивается. Ну, то есть, современный мир, время, связи позволяют человеку ехать на этом велосипеде, останавливаться где-то в лесах, в полях. Но его постоянно подстрахуют. Ну, к чему я? Потому что, вот если человек родился с такой натурой, нет места ему спокойной жизни. Нет в душе у него этого покоя. И, значит, зовет его в путь. Это было, если так, как эти фразы называются. И я же смотрю на вот это путешествие. Хотя Вова тоже мне предлагал еще один фильм посмотреть о женщине-путешественнице, которая... Наш, российский, да? А ты не помнишь его название? Поехавший. Поехавший. как мы с братом возили яйца продавать в Россию два ведра. Одно ведро, одна сумка, пешком шли в Россию яйца продавать. Какие-то поездки в московский. А наше вообще с Вовой путешествие, как мы возили картошку. Если бы вы, конечно, в паре это все рассказывали, это вообще было бы что-то с чем-то, но он не хочет присоединяться к таким историкам. Ну, вообще к Ютубу не хочет интернета. То есть он баланс такой, я все на распашку, все расскажу, надо что-то оставить хотя бы, ну, как бы в тайне. Не выносить, значит, ссоры засбыли. Ну, ладно, это такое предисловие. Если у нас там что-то получится на собирание гребов, тогда мы покажем. Да, это не все. Подожди, еще не все. Нашла старое видео, пятилетней давности, видео с архива. Спасение дикой утки. Наверное, самое дорогое для меня видео, потому что там эмоции моего ребенка Егора, когда он такой наивный-наивный ребенок, когда вот все, ну, он видел в плохом качестве, потому что у него тряслись там руки. Ну, он очень старался, он очень переживал там за уточку. Ну, я сейчас уже использую, ну, другой компьютер, мне другая программа. Постаралась там его немного пообрезать, это лишнее в этом видео, и смонтировать, и еще раз выложить для тех зрителей, которые не смотрели старое видео. Я, ну, так еще раз повторю, самое классное, это эмоции ребенка, который, ну, ждал вот этого, ждал, ему жалко было утку, хотел, верил в маму, что там, красотища или что? Нет, без гор. Ну, ладно. Верил в свою маму тогда еще, сейчас уже он уже вырос, и совсем у нас другие с ним взаимоотношения, но, возможно, возможно, наши отношения когда-нибудь придут на другой уровень, перейдут тут тоже, все будет хорошо. А вам предлагаю посмотреть это видео. Всем пока!